Министерство образования ничего не делает для решения проблемы поступления и перевода крымчан в УЗИ на материковой Украине. Правозащитники прогнозируют, в следующем году студентов, желающих переехать с территории оккупированного полуострова на материк, будет больше. А вот четкого понимания, что с ними делать, в стране нет. Эксперт Крымской правозащитной инициативы Людмила Скворцова в интервью изданию «Голос Крыма» сказала, что крымчане, которые дозваниваются на горячую линию Минобразования, вынуждены говорить с автоответчиком, а проблема так и остается нерешенной. Крымчане звонят в Министерство образования, они дозваниваются оттуда, скажите там, на горячую линию. У нас даже был момент, когда мы записывали звонок из Севастополя в МОН на горячую линию, «Зачекайте, запишите вашу проблему, вам ответят». Куда ответят письменно? Письма в Крым – это все. А министерство, если бы оно хотело, мне кажется, что надо не просто красиво говорить, что мы ждем крымских детей, надо делать. По словам правозащитников, дети, которые всю сознательную жизнь воспринимали Украину как родную страну, сейчас в Крыму нередко конфликтуют с родителями. С одной стороны, они должны противостоять родственникам, а с другой – государству, которому, по факту, они оказались не нужны. У нас, когда проходило анкетирование, мы собрали анкеты у родителей, которые фиксируют, что отношения в семье ухудшились, что особенно в семьях, где родители выступали, вот в старших классах, да, вот там дети, там 10-е, 11-е, а родители поддерживали события референдума. И все у них конфликт. Дети говорят, что вот мы уедем в Украину, а вы оставайтесь здесь. И вот, на мой взгляд, эта проблема, вот мы сейчас пытаемся как-то с Министерством образования, с Киевским департаментом решить, потому что выехать сейчас оттуда и устроиться в тут вузах нельзя. По словам правозащитницы, Минобразование Украины необходимо привлекать международные организации, которые могут распространить информацию, в какие вузы в Украине готовы принимать студентов и абитуриентов из Крыма, и какие для этого нужны документы. Напомним, Министерство образования Украины неоднократно заявляло, что обеспечит абитуриентам из оккупированного Крыма квоты и отдельные программы для поступления в вузы на материковой Украине. Однако, этого до сих пор не сделали.